Сотни Волокжан вышли на митинг в поддержку жителей Крыма и итогов народного референдума, прошедшего в этом крае. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Волокна, Севастополь, Крым, Россия! Поддерживаем Крым, своих не сдаем, вместе навсегда. Такие лозунги в едином порыве скандируют сотни Волокжан. Акция, которая прошла 18 марта на площади революции, собрала около 3000 человек разных возрастов, национальности и гражданства. У Волокжанки Елены Притеченской в Севастополе множество родственников. Связь с ними поддерживали постоянно. Вместе переживали, вместе надеялись на счастливое разрешение ситуации. Сестра у меня очень возмущалась тем, как украинские СМИ освещали все события. Ей, коренной жительнице Севастополя, рассказывали, что у них там на улицах танки, автоматчики, что Россия так себя ведет некрасиво. Хотя и она говорила, что ничего этого нет. Но элементарно я просто каждый день смотрела веб-камеры Севастополя. Ни одного БТРа, ни одного автоматчика на улицах не было. Своё будущее жители Севастополя и Крыма выбрали сами. 16 марта на референдуме 97% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Теперь в едином порыве вся страна, в том числе и Вологда, поддерживают это решение. Но с особой болью и надеждой за событиями наблюдают 15 тысяч украинцев, проживающих на Вологодщине. Свой выбор сделали Севастополь и Крым. Но есть еще Донецк, Харьков, Луганск, где конфликтная ситуация только набирает обороты. Мы собирались и круглыми столами, и с иммиграционной службой, что если пойдет поток украинцев, будет оказана помощь. Нам нигде никто не отказал. А чувствуя такую поддержку России, я считаю, что Украина и Россия народ не победит. Митинги в поддержку Крыма и русскоязычного населения Украины уже прошли в десятках российских городов. Сотни, тысячи людей высказывают слова поддержки и готовности оказать помощь. Каждый россиянин в этот момент как никогда остро чувствует братство народов, связанных многовековой историей. Хочу, чтобы жители Крыма, жители Украины жили мирно, как наши, всегда существовали, как наши братья. Вместе не только народы становятся сильнее, но даже расстояние между ними короче. Как раз в день проведения акции глава региона Олег Кувшинников заявил, С 1 июня 2014 года будут запущены регулярные прямые авиарейсы по маршруту Череповец-Симферополь. Пока предполагается, что перелет будет один раз в неделю. Если же маршрут окажется востребованным, авиапредприятие готово рассмотреть возможность организации рейсов в Крым дважды в неделю. Александра Шеранто-Лукьянов, Вологда Портал.